Добрый день, это журнал Автодела, меня зовут Роман Клопотов и герой нашего обзора противотуманная фара стандарта 90 миллиметров, произведенная на родине Циолковского в городе Калуга, Pandora FL03. Я всегда люблю представлять продукцию торговой марки Pandora, поскольку она произведена и разработана у нас в России. Не так уж много есть того, что полностью делается в нашем родном отечестве, и это один из таких хороших, замечательных примеров, на которые следует равняться. Задача, которая ставилась перед разработчиками данного светотехнического изделия, сделать так, чтобы она работала лучше, ярче и эффективнее, чем стандартные фары противотуманные. И тут разработчики пошли на некую хитрость. Для того, чтобы сделать их противотуманные фары более универсальными, они расширили световое пятно. Если мы с вами посмотрим на стандарты, то правило требует, чтобы световое пятно от противотуманных фар было очень узкое. Угловой размер данного светового пятна должен быть всего лишь 0,4 градуса. Но как сделать так, чтобы противотуманные фары не слепили водителей, но при этом позволяли улучшить освещенность дороги? Световой пучок, формируемый противотуманной фарой, имеет очень четкую верхнюю светотеневую границу, но при этом он сделан широким, так что позволяет осветить нижнюю часть дороги. То есть вы ставите противотуманную фару на автомобиль, настраиваете четко верхнюю светотеневую границу и при этом нижняя часть пучка освещает ближайшую зону перед автомобилем. Удобно, безопасно и главное, что не мешает тем, кто движется вместе с вами в потоке. При этом разработчики вложили сюда все те знания, которые компания Pandora наработала при выпуске больших светотехнических приборов, задачи которых освещать дороги, освещать стадионы. Здесь сделана максимальная выходная мощность светового потока на ватт. Мощность данной фары электрической всего 10 ватт, но при этом световой поток, который дается и который был измерен во время тестов, составляет 986 люмен. Отличные показатели. Больше, чем этот световой поток, противотуманные фары не найти просто на рынке. Обратная сторона мощных светодиодов заключается в том, что кристаллы полупроводниковые не любят температуру свыше 70 градусов. Более того, они выходят из строя и перегреваются. Именно это главная беда дешевых светотехнических изделий. Те, которые там люди бывают заказывают из Китая или покупают по дешевке. Они работают месяц-два-три, потом светодиоды выгорают и все их можно выкидывать. Для того, чтобы это не допустить, в противотуманной фаре Пандора сделан целый ряд особых разработок, которые запатентованы, которые могут применяться только в этих светотехнических изделиях. Ну, давайте начнем с самого корпуса. Корпус целиком алюминиевый. Он весит 425 грамм и имеет, как видите, очень большое ребрение с верхней стороны, с нижней стороны. Причем, с верхней стороны, обращаю ваше внимание на вот эту часть, здесь не полный круг 90 миллиметров, а идет скос. Этот скос сделан не просто так. Когда вы установите фару в бампер, получится, что вот эта часть верхнего большого ребрения будет видна и здесь будет проходить воздушный поток, охлаждая радиатор. При этом в тыльной части имеется скос. За счет закона Бернулли, здесь будет разрежение и происходит подсос воздуха в нижней части радиатора. Этим самым обеспечивается хорошее охлаждение. Причем радиатор сделан с большим запасом. Даже при отсутствии воздушного потока в условиях комнаты мы проводили многочасовые измерения. Температура радиатора не превышала 55 градусов. Это означает, что полупроводник, располагающийся, являющийся основой светодиода, может комфортно работать в любых условиях эксплуатации. Что здесь еще интересно? Давайте обратим внимание на подвес. Подвес здесь отличается от того, что мы можем видеть в других фарах. Во-первых, здесь винт предназначен для регулировки угла наклона без помощи инструмента. Вы можете легко пальцем вращать его вправо-влево, регулируя наклон самой фары. Другая сторона подвеса здесь хорошо видно, подпружинена, то есть оно обеспечивает жесткую фиксацию и постоянное напряжение пружины не дает дрожать самой фары. Регулировочный винт может быть зафиксирован дополнительным винтом, который зажимает его и не дает прокручиваться. В комплекте идет драйвер. У этого драйвера, драйвер это блок питания, который преобразует напряжение 12 вольт бортовой сети в напряжение, необходимое для питания кристалла. Есть дополнительный провод, желтый. Этот желтый провод подключается к фарам дальнего света и при включении дальнего света у вас одновременно включаются противотуманные огни, которые обеспечивают дополнительное освещение ближайшей зоны, что тоже хорошо, особенно при движении по бездорожью. Таким образом, хочется подвести итог и показать, что у нас в Калуге разрабатываются практически лучшие противотуманные фары, которые самые эффективные, самые мощные, самые яркие и самые безопасные.